Великого княжения Дмитрия Ивановича Донского Конкурентами, с одной стороны, Лизанским князем и Тверским князем, а с другой стороны, духовные грамоты, то есть завещания. Дмитрий Иванович оставил их два. Одно около 1375 года. По какому поводу он писал это духовно, мы, честно говоря, до сих пор не знаем. Что касается второй духовной грамоты, второго завещания, то тут все просто. Она имеет не то, что дату, мы даже представляем условные месяцы, когда было написано. Не позже мая 1389 года, 12 мая, князь Дмитрий Иванович скончался. Чем духовные грамоты московских князей интересны? Ну, во-первых, хочу сказать, что сохранилась их не одна и не две. У нас ко времени написания Дмитрием Ивановичем своей духовной грамоты, у нас такими же духовными распорядительными документами завершали свой земной путь. Его дед Иван Данилович Калита, его дядя Семен Иванович, его отец Иван Иванович. То есть это уже четвертая духовная грамота в Доме русских князей. В ней великий князь, во-первых, дает распоряжение по поводу владений, которые находятся в его распоряжении. И тут есть один пункт, который резко выделяет духовную 1389 года от всех прочих. Дело в том, что центральным и главным, если точнее, выражаться объектом соперничества князей была борьба за титул великого князя. Кто великий князь, тот и первый князь на Руси. Этот великий княжеский титул прилагался к территории, которая называлась Владимирским великим княжением. Во Владимире своих собственной княжеской династии не было. И тот князь, который добивался тем или иным путем великого княжения, присоединил ровно на время, когда он этим великим княжением владел, и великокняжескую территорию. Владимир, Юрьев Польской и Переславль Залезкий. Ну там были варианты разные. Потом он ее терял. Значит, великими князьями, кроме всего прочего, русские князья становились не просто по своей воле или по старшинству, а обязательно должны были получать санкцию из Орды. Какие бы русские земли после Батыева нашестия, образования государства Золотая Орда, были улусом, то есть управляемой частью территории Золотой Орды. Так вот, ни один из держателей великокняжеского титула Дмитрия Ивановича Донского, ни его дедка Лита, ни его дяди, ни его отец не распоряжались Владимирским княжением. Они распоряжались только землями, принадлежащими конкретно им. Дмитрий Иванович первым в своей духовной грамоте отметил, что он передает великое княжение отчину свою. Хотя, повторяю еще раз, отчиной, то есть наследственным владением до этого не была. Своему собственному старшему сыну Василию Дмитриевичу, следующему московскому князю и великому князю одновременно в данном случае все это совпадало. Таким образом, документ этот дает твердое основание считать, что Куликовская битва была выиграна совершенно не случайно, и политическими последствиями ее в том числе стало и то, что московские князья получили право, в отличие от всех своих предшественников, распоряжаться великокняжеским уделом, а владеть великокняжеским уделом означает владеть великокняжеским титулом, то есть быть первым князем на Руси. И это был, конечно, колоссальный политический шаг, имевший огромные последствия. И второе, о чем надо сказать в связи с духовной грамотой князь Дмитрия Ивановича, о чем уже много раз говорили, и об этом написано даже во всех школьных учебниках, что там есть одна фраза, которой не было ни у одного из ее предшественников. Звучит она приблизительно так, а переменит бог Орду, мои дети не имут давать и выхода. Что такое переменит бог Орду? Переменить это не сменить, а убрать вообще с политической арены. Выход это деньги, или точнее серебро, которое русские земли обязаны были выплачивать регулярно золотой Орды в качестве постоянной дани. Достаточно серьезная финансовая нагрузка на русские княжества. Проще говоря, в 1389 году, и мы тоже можем это связать, конечно, с последствиями Куликовской битвы, на Руси, наверное, впервые за последние 150 лет задумались о том, что вообще-то ордынская власть не вечна, что вообще бог Орду вполне себе может переменить. И в этом ситуации первое, о чем, конечно, кто вздохнет обличенно, это русские люди, которые, повторяю еще раз, своими платежами кормили сарайских ханов и в один прекрасный момент перестали бы это делать. И этот момент рано или поздно, как мы знаем, наступит. Вот это как минимум два интереснейших пункта, которые есть в этом замечательном документе. Теперь пару слов об его истории. Это довольно большой лист пергамена, то есть тонко вытеланной телячей кожи. Практически все великокняжеские духовные 14 века, за исключением одной, дядя Дмитрия Донского и Семена Гордова. Вот она написана на бумаге, между прочим, старейший бумажный документ на Руси. Хотя все они традиционно писались на пергамени. И для того, чтобы этот документ имел юридическую силу, его надо было обязательно скрепить привесной печатью. Привесные печати на документах такой серьезности делались из серебра и золотились. Назывались они греческим словом аргирову, словом, заимствованным из практики, из канцелярской практики, в первую очередь византийских императоров. Под духовный князь Дмитрия Ивановича Донского висит аргировул, на котором одной стороне написан его титул, а на другой изображен великомученик Дмитрий Солунский, небесный патрон, ангел князя Дмитрия Ивановича, в честь которого его крестили вскоре после рождения. Таким образом, духовное, с одной стороны, сохранилось в оригинале, с другой стороны, для нас это не только память и памятник, внутри семейных княжеских отношений. Я не сказал, например, о том, что там перечень тех объектов географически, которыми владел князь Дмитрий Иванович, при сопоставлении с тем, чем владели его предшественники, в общем, показывает, что территория московского княжства просто физически росла. Но и главное, мы видим отчетливые и очевидные политические последствия победы на Дону в виде двух существенных пунктов. Первое – это то, что вполне себе возможно, что Бог Орду переменит, что называется «политический горизонт», а другое, не менее важное, что Великое княжение передается теперь не по воле хана, не по его распоряжению, а по воле его последнего держателя, в данном случае Дмитрий Иванович Донского.